друзья здравствуйте вашему вниманию на мой взгляд очень хороший диалог в роли клиента альфа банка естественно я сработала переадресация и посмотрите о чудо о бинго она услышала меня и так всем внимание я достучался до ее мозга слушаем да 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 звонок из альфа банка инспектор по работе проблемные задолженности у кристины гриф николаевича это я вы кто пожалуйста по унять я звоню из альфа-банка инспектор по работе проблемные задолженности меня зовут кристина игре на теперь понятно слушаю вас кристина игре на на задолженности находитесь 30 дней по одному счету и по второму 14 дней. Почему отказываетесь от оплаты кредита? Да нечем. Еще отказываться. Пока нечем. Но вы же на себя обязательно тоже взяли в виде заключенного договора. Я же что вам сказал, что у меня лежит куча купюр, я не хочу идти платить. Я просто сказал нечем. Я могу соленья из гаража принести, вам отдать. Могу еще что-нибудь дать. Блинов уже попрошу напечет с икрой. Тоже могу вам принести. Вопрос человек. Задает тебе вопрос. Нормальный человек, судя по голосу. И тут же противоречите самому себе. Но нет денег у человека. У меня нет денег. Я понимаю, что у вас их нет. У меня ощущение, что вы не понимаете, что такое нет денег. На то, чтобы отнести их в банк. У меня есть деньги на блины, на икру. Это у меня есть. А вот денег, чтобы отнести их в банк, то есть выбросить, у меня нет. Можешь сказать, что... Ну, если у вас есть деньги на икру, почему бы вам тогда не продать то, что вы приобрели за счет Стреста Альфа-банка? А при чем здесь? Подождите, логика в чем? Деньги про икру, я думал, вы скажете, почему бы вам не покупать икру. Я готов был ответить. А тут какой-то на каламбуре или что-то. При чем здесь тогда упоминание о икре? Я сказал, вы это повторили. Еще раз повторяю, у меня есть деньги на икру и есть на ингредиенты до блинов. Вот. Понимаете, что первое, что второе, доставляет мне удовольствие. Я с удовольствием трачу деньги на эти ингредиенты. А вот если я потрачу деньги, точнее выброшу их на удовлетворение амбиции кредитного учреждения, а точнее сказать, чтобы икру вот эту самую ел руководитель Альфа-банка, да, причем бешеными количествами, и не только икру, еще это припевал дорогущим коньяком, находясь где-нибудь на Майорке или еще на каком-нибудь курорте. Вот здесь мне немножко не по себе становится. Поэтому я делаю выбор тратить деньги на себя. А вы понимаете, что если на вас банк подаст суд, есть такой упрощенный порядок разрешения материально-правовых споров в статье 126 Градонского Судуального Кодекса Российской Федерации, да, то, соответственно, судья единоличный на основании заявленного требования выносит судебный приказ в течение пяти дней до дня поступления заявления. А вы знаете, что такое вообще суд? Вы можете открыть источник такой, да, словарь, не надо даже правовой источник, словарь Даля. Суд, он вам расскажет, что такое суд? Это состязательный процесс. То, что вы сейчас озвучили, это судебно-приказное производство. 126 статья, и тут вы правы. Но кроме 126 статьи существует еще очень много статей, в частности 128 и 129. Слышали ли вы про них? 128, конечно. А 129, да? Судебного приказа. Да, а 129? 129, а что она гласит? Ой, елки-палки. Да, я вам скажу простыми житейскими словами. Судебный приказ это упрощенное производство, да? И это применяется, когда обе стороны не желают идти в суд. Обе стороны, обе стороны согласны со сложившейся ситуацией. Выпускается судебный приказ, судья его выносит, естественно, в течение 10 дней после получения под роспись, да, либо по почте России второй из сторон уведомления о том, что судебный приказ существует. Вот эта вот сторона, да, ответчик, должна выполнить тот самый приказ, то есть оплатить. А 128 статья говорит как раз-таки о порядке вручения этого приказа судебного. И 129 статья в то же время рассказывает, что если 129 статья вы попросили, я вам озвучиваю. Да, это я знаю, я по-другому говорю. 129 статья точно так же дает право ответчиков отменить этот судебный приказ, даже не объясняя причины. Просто не согласен с судебным приказом. Ну, нужно сделать это в течение 10 дней. Единственная загвоздочка, понимаете? Но если человек не успевает это делать... Это 128 статья уже. 128. Смотрите, судебное судопроизводство... Со дня получения приказа вы имеете право предоставить возражения относительно его исполнения. Да, да, да. Ну, дальше... Это 128... Это да, это все про уведомления. 129 об отмене. То есть 126, давайте к общему знаменателю о упрощенном судопроизводстве, да. 126 о вынесении судебного приказа о возможности, да. 128 о уведомлении и 129 об отмене. Вот. Теперь давайте мы уже с вами взрослые люди поймем, да, друг друга, что... А частотея есть 130-е. А там же что у нас такого интересного написано? А в случае, если установлен срок от должника не поступит суд в возражение, судья выдает взыскатель второй экземпляр судебного приказа заверенной гербовой печати суда. Да. Существует еще право любой стороны выдвигать ходатайство о восстановлении сроков обжалования того или иного решения. И если человек не получил по какой-либо причине вот этот судебный приказ в руки, либо под подпись, либо по почте России, в этом случае он совершенно спокойно отправляет в суд два документа. Ходатайство о восстановлении сроков обжалования и соответственно заявление об отмене судебного приказа. Конечно же, вы правы, если мне его вручат в руки и я в течение 10 дней буду там в жутком похмелье и не среагирую, конечно, тогда так. Тогда будет ну вот, собственно говоря, конфузия. Ну, я не пьющий человек, я ем максимум блины с икрой и запиваю их квасом чаще всего. От кваса я не уйду в такой состоянии. я думаю, вам также надо изучить еще статью 30-й федерального закона об исполнительном производстве. Давайте вместе. В случае, как раз-таки, если все вступит в законную силу, то судебный пристав исполнитель в трехдневный срок выносит постановление о возбуждении исполнительного производства. Совершенно верно. Далее судебный пристав исполнитель устанавливает срок для добровольного исполнения должником требований, а также предупредит должника принудительным исполнением указанных требований. Срок добровольного исполнения Невозможно, да, спорить. Но все-таки давайте развивать мы с вами будем мысль. И что же произойдет, если человек не имеет возможности оплатить? Ну, либо просто не скрывается от судебного пристава, а приходит и говорит, у меня нет денег. Ну как же? Начинается опись имущества. Хорошо. Судебный пристав приходит к гражданину и говорит, я пришел для оценки имущественного состояния. Верно? Да. И тут судебный пристав имеет, скажем так, два варианта. Либо попасть в квартиру по разрешению должника, либо не попасть. Потому что приходить он к нему может только на основании постановления старшего судебного пристава, которое получить очень сложно простому судебному приставу. Я хочу вам напомнить, что судебный пристав это обычный человек. У него очень много клиентов. В среднем на каждом судебном приставе порядка тысячи должников. В среднем. Вы понимаете, что это за масса? И пристав не просыпается с утра с мыслью, как я ненавижу того-либо того. Он приходит и просто ненавидит вот эту рутину. Ему очень-очень хочется быстрее закончить хотя бы с одним делом. Если должник к нему приходит в гости. В гости я имею ввиду в офис или где они там сейчас находятся. Приставы сидят в кабинете. То он с удовольствием договорится с судебным приставом. А знаете, почему я все это знаю? Потому что у меня не единственный альфа-банк. Потому что у меня не только с альфа-банком вот эти взаимоотношения, а еще со многими банками. Я это, пронес, протащил все на своей шкуре. И сейчас у меня, даже если альфа-банк вдруг сподобится подать в суд, в чем я очень сильно сомневаюсь, он встанет в очередь еще к четырем банкам. Это называется обобщенная исполнительная производство. На данном этапе я плачу по 300 рублей судебному приставу. Судебный пристав очень рад этому факту. Пристав уже был у меня дома, и я у него был в гостях. И мы очень хорошо друг друга знаем. И судебный пристав, поверьте, никогда в жизни не будет что-то еще делать. Если, конечно, его не попросят банк. Но я вас предупреждаю, судебные приставы очень не любят, когда к ним лезут взыскатели. Понимаете? Судебные приставы четко понимают, что банк – это структура, настроенная на то, чтобы грабить население. И поверьте, судебные приставы это знают. Если у человека нет ничего, то судебный пристав ничего и не сможет сделать. Более того, существуют четкие, конкретные, неукосительные правила, что судебный пристав – это чиновник, облеченный властью. И он должен вставать в первую очередь на сторону более слабой, менее защищенной стороны. А кто у нас в этом случае более слабая, менее защищенная сторона? Я вам отвечу. Это физическое лицо. Что же вы мне теперь противопоставите? У меня нет денег. Мы вернемся к началу разговора. Почему я все это вам рассказал? Много чего я вам могу еще сказать. Не надо. Вы вот на фоне того, что я вам заявляю. У меня нет денег для удовлетворения амбиций коммерческой структуры, а именно Альфа-банка. Может быть, закончим разговор? Я обязан выполнять кредитный договор, да? Вы обязаны возрастить. Ну, я обязан. Ну, вы-то понимаете, вы пострадавшая сторона. Ну, идите в суд. Ну, это же закон. Вы сейчас декламируете пункты закона. Это же не какие-то понятия воровские, где, если я этого не сделаю, меня там на общике порвут на части. Воровские авторитеты. Вы сейчас декламируете пункты закона. Я бы еще вас понял, чтобы вы где-нибудь откопали статью, где меня на дыбу посадят, либо в тюрьму закроют, где есть уголовная ответственность за неисполнение простого договора, в том числе кредитного, при понимании того, что банк в принципе грабит население. Ну, что вы мне еще скажете? Я вам предлагаю закончить разговор. Просто сказать извините за звонок и все, и положи трубку. Нет, Алексей Николаевич, я почему должна извиняться в свою работу? Ну, хорошо, ну, не извиняйтесь, просто скажите, мне больше говорить нечего. У вас нет денег, давайте, ждите санкции банка. Ну, как-то так. Ну, еще можете выездной группой напугать. Вам выставят всю сумму займок единовременной выплатить. У меня деньги, да, от этого появятся. Как только они это сделали, вы получили. Далее. Ой, какие вы глупые там сидите в банке. Ну, вам же проще. Я, ладно, еще больше вам стимула дам. У меня очень крутой канал, точнее не у меня, а у моего товарища. Канал Кузнецова Дмитрия, компания Алям. Это юрист, мы очень хорошие знакомые. Вот я ему отдам, он выложит вот этот ролик на Ютьюбе. А в первые же сутки вот ищ пять посмотрит, послушает. И вы там будете тоже фигурировать. Может быть, теперь вы прекратите позориться вот так вот. Алло. Алексей Николаевич, я вас услышала. Давайте, выключайтесь. Вот, классно. Вот это вот по-моему, вот это умное решение. До свидания. Ну, друзья, вопреки сложившейся традиции, я не буду сейчас ругать, критиковать вот эту девочку-взыскательную. Но она просто действительно спасла себя вот в самом конце этого разговора. И думаю, вы со мной солидарны. Ну, а если серьезно, то вот что я вам хочу сказать. На самом деле, друзья мои, этот ролик вкратце рассказал то, что на самом деле у нас в стране происходит. И в очередной раз я подчеркну, законы написаны не для банкиров, не для коллекторов, не для власти, не для приставов, не для судей. Законы написаны для вас, для нас с вами. И только от нас зависит, будем мы пользоваться этими законами, либо не будем. Помните, я очень часто раньше говорил, да и сейчас не устаю это повторять. Принцип права в нашей стране носит заявительный характер. Если вы молчите, значит, вы априори довольны теми событиями, которые с вами происходят. Если вы недовольны, то, пожалуйста, заявляйте иначе. Любой, кому не лень, будет делать с вами все, что угодно. С вами, с вашими деньгами, с вашей семьей, с вашей жизнью. И не надо никого обвинять, всю ответственность нужно брать только лишь на себя, друзья мои. Вот и все. Это то, что я хочу сказать. Хотите узнать поподробнее? В описании ролика ссылочка на наш сайт. На сайте выложена большая, хорошая видеопрезентация, как устроена работа кредитных юристов компании Алиам. Что мы можем сделать для своих клиентов, как мы можем создать условия, когда банку выгодно отказаться от претензий. Я подчеркну, мы не списываем долги. Мы готовим ситуацию к списанию долга. Списать долг вам может только лишь сам кредитор. Не верьте ни одному юристу, который говорит, что он спишет вам долги. Заведомо неверная констатация и неправильно поставленная, скажем так, финишная черта. Все по-другому. Нужно создать условия для банка, для кредитора вашего, когда ему выгодно отказаться от претензий. Создать эти условия. Ну, либо привести вас к комфортному платежу. Да, 300 рублей, 500 рублей, это совершенно очевидные вещи. На практике совершенно спокойно реализованные. Это можно сделать. Но этому должен сопутствовать комплекс грамотных юридических мероприятий. Поверьте, каким-то одним документом не отделаться. Нужно работать. Одним словом, посмотрите, все поймете. Это для тех, кому нужно встать под юридическую защиту. Ну и, конечно же, друзья мои, лайк, подписка с вас, ссылка на группу ВКонтакте. Это тоже все в описании ролика. Вступайте в группу, там все наши ролики дублируются. Поделитесь в соцсетях этим роликом. Ролик, на мой взгляд, неплохой получился. А я желаю вам всего самого хорошего, финансового здоровья, счастья и благополучия. С вами был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты, компания «Аля». До свидания.